Молодая гвардия Фадеев читатель В фильме не показаны все пытки, которые перенесли ребята Они были почти детьми, младшим едва исполнилось 16 То, что действительно произошло той зимой в Краснодоне Ни бумага, ни пленка передать не смогли Страшно думать о тех нечеловеческих страданиях, которые они перенесли Мы рассказываем об этом не для того, чтобы пощекотать вам нервы Многим современным россиянам правда о немецком фашизме Нужна как вакцина от равнодушия и попустительства Это правда актуальна особенно сейчас На фоне возродившегося в соседней Украине нацизма Устрашающих факельных шествий Лозунгов Бандера-герой и Украина превыше всего Сожжение заживо людей в Одессе Едва ли сегодняшние 18-20-летние киевские неофашисты Ровесники замученных земляков читали молодую гвардию и слышали подробности их жестокой казни Давайте вспомним их поименно Ульяна Громова, 19 лет На спине вырезана пятиконечная звезда Правая рука переломана, поломаны ребра Ее подвешивали за волосы, отрезали грудь Прижигали тело каленым железом и раны посыпали солью Сажали на раскаленную плиту Лида Андросова, 18 лет Извлечена без глаза, уха, руки С веревкой на шее, которая сильно врезалась в тело Аня Сопова, 18 лет Ее избивали, подвешивали за косы И шурфа Аню подняли с одной косой Другая оборвалась Шура Бондарева, 20 лет Извлечена без головы и правой груди Все тело избито, кровоподтек Имеет черный цвет Ангелина Самошина, 18 лет На теле Ангелины были обнаружены следы пыток Выключены руки, отрезаны уши На щеке вырезана звезда Шура Дубровина, 23 года Перед моими глазами стоят два образа Жизнерадостная молодая комсомолка Шура Дубровина И изуродованное тело, поднятое из шахты Я видела ее труп только с нижней челюстью Ее подружка, Майя Пеглеванова Лежала в гробу без глаз, без губ С выкрученными руками Майя Пеглеванова, 17 лет Труп Майи был обезображен Отрезаны груди, переломаны ноги Снята вся верхняя одежда В гробу лежала без губ С выкрученными руками Тоня Иванихина, 19 лет Извлечена без глаз Голова перевязана платком и проволокой Груди вырезаны Сереже Тюленин, 17 лет На фото в Папахе 27 января 1943 года Сергей был арестован В полиции его сильно пытали в присутствии матери Устроили очную ставку с членом молодой гвардии Виктором Лукьянченко Но они не признали друг друга 31 января Сергея пытали в последний раз А затем его, полумертвого, вместе с другими товарищами Повезли к шову шахты номер 5 Нина Минаева, 18 лет Мою сестру распознали по шестяным гамашам Единственной одежде, которая осталась на ней Руки у Нины были поломаны Один глаз выбит На груди бесформенные раны Все тело в черных полосах Тося Елисеенко, 22 года Труп Тоси был обезображен Пытая, ее посадили на раскаленную печь Виктор Третьякевич, 18 лет В числе последних подняли Виктора Третьякевича Его отец, Иосиф Кузьмич В тоненьком заплатанном платишке И за дня в день стоял, ухватившись за столб Не отводил взгляда от шурфа А когда распознали его сына Без лица, с черно-синей спиной С раздробленными руками Он будто подкошенный повалился на землю На теле Виктора не нашли следов от пули Значит, сбросили еще живым Борис Главан, 22 года Из шурфа был извлечен связанным с Евгением Шепелевым Колючей проволокой, лицом к лицу Кисти рук отрублены Лицо изуродовано Живот спор Евгений Шепелев, 19 лет Евгению отрубили кисти рук Вырвали живот Разбили голову Володя Жданов, 17 лет Извлечен с рваной раной В левой височной области Пальцы переломаны и искривлены Под ногтями кровоподтеки На спине вырезаны две полосы Шириной 3 сантиметра Длиной 25 сантиметров Выколоты глаза и отрезаны уши Клава Ковалева, 17 лет Извлечена опухшей Отрезана правая грудь Ступни ног были сожжены Отрезана левая рука Голова завязана платком На теле видны следы побоев Найдена в 10 метрах от ствола Между его гаметками Вероятно, была сброшена живой Иван Земнухов, 19 лет Пытая что-нибудь узнать От него его пытали Подвешивали за ноги Потолку и оставляли Он терял сознание Загоняли под ногти Сапожные иглы Тело подняли без головы Володя Осмухин, 18 лет Голова разбита Без левой руки по локоть Затылок совсем вывалился Осталось только лицо На котором остались Только Володины зубы Все остальное изуродовано Губы перекошены Носа почти совсем нет 31 января 1943 года После жестоких пыток Молодогвардейцы были сброшены В шурф шахты номер 5 Похоронены в братской могиле героев На центральной площади Грота Краснодона 9 февраля 1943 года В гремучем лесу Под городом Ровенки Луганской области Немецкими оккупантами Была расстреляна Последняя группа молодогвардейцев Олег Кашевой, 16 лет Во время пыток фашисты Разбили ему затылок Прокололи штыком щеку Выбили глаз А голова 17-летнего юноши От перенесенных гестапо ужасов Была белой от седины Люба Шевцова, 18 лет На фото первое слева Во втором ряду На теле было вырезано Несколько звезд Лицо изуродовано Разрывной пулей Семен Остапенко В рядах молодой гвардии Лично участвовал В боевых операциях Создавал тайники с оружием Собственноручно вырезал Из резины шрифт Которым подпорщики Использовали для печатания листовок Все это нам известно От друзей и знакомых Семена Фашистским палачам Так и не удалось добиться От него показаний А ведь Семену не исполнилось Еще и 16 лет Дмитрий Огурцов Воевал в рядах морской пехоты Попал в плен Бежал И привкнул к молодогвардейцам Арестовали Огурцова 28 января 1943 года 31 января Перевели в Ровенскую тюрьму Виктор Суботин Как и Остапенко Был участником боевых операций Молодой гвардии Его арестовали 31 января Прямо на улице Принялись избивать прикладами А затем Толкнули к Любе Шевцовой Семену Остапенко И Дмитрию Огурцову Которых гнали в Ровенке Каратели жестоко избили его Вывернули суставы обеих рук Юных патриотов Расстреляли в Гремучем лесу До освобождения их родного Краснодона Советскими войсками Оставалось всего 5 дней Но возмездие неотвратимо Первых предателей судили в 1943 году Задержать сразу удалось троих Следователя полиции Михаила Кулешова Тайного осведомителя Василия Громова И его пасынка Геннадия Почепцова Почепцов был членом молодой гвардии И его предательство сыграло Роковую роль в судьбе товарищей Дело молодогвардейцев ввел Михаил Кулешов Он подвергал подпольщиков пыткам 18 августа 1943 года В открытом судебном заседании В городе Краснодон Военный трибунал войск НКВД В Варшайловградской области Приговорил троих подсудимых К расстрелу Приговор был приведен В исполнение 19 августа публично На казнь предателей Собрались посмотреть около 5000 человек Охота на лиц причастных к расправе Над молодогвардейцами продолжалась Сотрудник полиции Василий Подтын В январе 1943 года Непосредственно руководил арестами Молодогвардейцев Подвергал их пыткам Он ушел вместе с отступающими немцами Какое-то время продолжал участвовать В акциях против мирного населения Но потом Подтын решил Что дальше ему с немцами не по пути И оказался на территории Одесской области Освобожденной от советскими войсками Там он успешно подделал документы Изменив отчество После чего был призван в Красную армию В апреле 1945 года Был ранен в левую руку Демобилизовался Поступил на работу в совхоз Обзавелся семьей, детьми Вступил в партию Стал председателем сельсовета Но в 1959 году В совхоз прибыла делегация селян Из Краснодонского района Для закупки племенного скота Один из прибывших узнал Подтынова И сообщил о нем в КГБ Чекисты установили Действительно, ветеран войны И ударник труда Подтынный И полицай из Краснодона Подтынный Является одним и тем же лицом Его арестовали, судили И приговорили к расстрелу Согласно показаниям свидетелей Одним из самых жестоких мучителей Молодогвардейцев Стал сотрудник вспомогательной полиции Иван Мельников Во время допросов членов Молодой гвардии Мельников избивал их плетью С металлическими наконечниками Подвешивал к потолку Выкалывал им глаза раскаленной иглой Непосредственно участвовал В казни молодогвардейцев Перед освобождением Краснодона Мельников ушел вместе с гитлеровцами А затем поступил на службу в Вермахт Чекисты искали Мельникова Два десятка лет Его нашли в год Двадцатилетия Победы Он был арестован 14 мая 1965 года Луганский областной суд Приговорил его к смертной казни 4 апреля 1966 года В Киеве приговор был приведен В исполнение Начальник Краснодонской полиции Василий Соликовский С началом Великой Отечественной войны Он перешел на сторону гитлеровцев Заслужил их доверие И был назначен главой полиции В оккупированном Краснодоне На счету Соликовского сотни человеческих жизней Он командовал пытками И казнью членов организации Молодая гвардия Согласно показаниям свидетелей Соликовский лично выжиг глаза Тони Венихиной И нанес увечья тесаком Анатолию Попову Соликовский же после окончания войны Уедет в Австрию Сменит фамилию И осядет на некоторое время В американской зоне оккупации До 1967 года Бывший начальник полиции Краснодона Жил в ФРГ Затем уехал в США А последним местом его проживания Стал бразильский город Порто-Алегри Где он и умер в 1970-х годах На памятнике молодогвардейцам В гремучем лесу В Ровенках Высечены знаменитые слова Юлиуса Фучика Но и мертвые мы будем жить В частице вашего великого счастья Ведь мы вложили в него Нашу жизнь Сохраним ли мы наше великое счастье В неспокойном и коварном В 21 веке Шахта номер 5 Место казни краснодонских подпольщиков Покаты приземист Цвета запекшейся крови Этот старый террикон На его вершине Бута изнутри Из ствола шурфа Рвется к небу Мечется Волнуется Живое крылатое пламя Вечный огонь Вот площадка У подножия террикона С которой они шли В последний свой путь К смерти К бессмертию Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин